Ага, да, шоу, спасибо. Бэйби! Ну я стараюсь вот не заниматься таким, типа россыпи, я патроны не собираю практически никогда, с магазином не высовываю, не засовываю патроны в магазин, я просто беру с собой магазинов достаточно на рейд, потому что, ну мой взгляд, зритель вряд ли приходит смотреть, как чтоб ты, блядь, патроны засовал в магазин, это скучно, ну это реально скучный контент, сон бросает. Ты пока зарядишь магазин, пройдет минута, нахуй на это тратить время, просто возьми больше магазинов, но мне так кажется. Не, на мой взгляд, сейчас топ локации для фарма резерв, как старые добрые, но не военный лут, как раньше, а именно рейдеры. То есть ты ходишь вниз, лутаешь рейдеров, часто 3, 5, 6 штук, хуяришь их быстренько, забиваешь лодку, выходишь, все. То есть вниз, пошел в бункер, замесился, залутал рейдера, вышел, то есть очень прикольно. Это, конечно, способ ни вчера не безопасный, потому что там дохрена ЧВК, рейдеры все-таки тоже опасные. Ну, для меня прям классный способ, но я правда не фармлю там, я обычно хожу, убиваю рейдеров, иду дальше рубиться с фулсумкой и умираю. Ну, клетки это прям вообще для таких, ну, это очень скучный контент, клетки. Понятно, что для кого-то мы же нормально, но, бля, очень скучно. А они прыжки пятиметровые пофиксили прибей, а что, были пятиметровые прыжки? А, типа с левой ноги ты между? Хызы, не знаю. Да вроде не. Это, кстати, прикольная механика была прыжка. Я не знаю, вот это разрабы хуйнёй занимаются. Ну, типа прикольная механика, ну, прыгаешь ты чуть-чуть дальше, ну, там, на 3 метра дальше, да? Ну, сколько вот марафонец прыгнет? С какой рекорд мира? Метров в 10 с разгона люди прыгают. Ну, прыгнешь 7 в экипировке метров, или там, ну, ты же можешь в теории 7 метров прыгнуть. С этой бронёй, конечно, может и нет, но, блядь. То это просто прикольная такая тема была, механическая. Это было тяжело сделать. Нужно быть реально скилованным пацаном, чтобы это сделать. Типа, разные тонкости тактики можно было использовать с этим прыжком. Ну, это ж классно. То есть больше возможностей для игрока. Мировой рекорд 8,95 метров. Ну, блядь, и чувака прыгни там на 6 метров. Чё хуёво? Нормально. Ебать. Да, надо уходить. Уходить, потому что... Сейчас меня прикуярит чел с Чупика. Бес. Блядь, мажоры. Снайпу взял, и автомат взял. Ну, это правильно, потому что, замечаю, многие снайперы... Катают, короче, знаете как? Они берут снайпу и берут пистолет. Притом есть умелые среди них снайперы. Типа, на мой взгляд, это полный бред. Типа, бери ты две пушки. Ну, нет у тебя бабок, там, взять вторую классную. Возьми неклассную, там, Ксюху на иголках. Без прицела даже. Он уже убивает, М-ка поёт. Блядь! Сука! Пиздец, ебать, я прямо ему на голову спрыгнул. Надо было посмотреть внимательно. Ебать, а потом спрыгивать. Там двое было. Я ещё, когда спрыгнул, повернул руну, повернул голову, не заметил его сразу. Просто не заметил. То ли он зашёл внутрь, то ли путь, наверное. Бля, просто отдался, как бомж. Ладно. Так, а музычка играть будет? Типа, по-любому берёшь свою пушку, бери пушку вторую. Нормальную пушку, Ксюху там на иголках. Можешь вообще её не модить. Но она будет намного пиздец, чем если ты возьмёшь пистолет. Пистолет прикольно взять снайперу, если пистолет был бы хорош, как раньше. То есть ты с ним быстрее перемещаешься. У него есть какие-то свои штуки мобильности. А этого нету. Кстати, давайте глянем ещё по квестам. Лава, вентиляционная шахта. Глядь, даёт повязку на плечо лапс. У меня, кстати, такой нету. Можно запариться сделать. То есть там ты выходишь без рюкзака. Место конченное для выхода. Тридцать тысяч дают. Устранить диких 25. На любой локации. О, найти, передать. Плюшевая игрушка, а улитлорд. Тоже на лабе ищется в основном. А я кроме лабы нигде больше не находил эту игрушку. Подготовить у неё лабу катать, без вариантов. Старая лирическая песня. Бля, жалко, что я тогда сдох, конечно. Пиздец, как жалко. Там куча алтынов было. Шестой класс. Блядь. Надо было правильно делать. Ставить один сервак, чтобы тебя не стрим-снайпили. Идти на какой-то сервак, где народу нет. Знаете, то есть надо было прям запариться. Тогда всё было нормально. Но запариваться не хотелось. И вот, чем это закончилось, да? Владимир, шутшотного челка. Ты мне какой-то челлендж, что ли, закидывал? А, ты мне за ЧВК типа сотку башляешь? Понял. Так, ну раз такая хуйня, да, то я возьму чё-то-то нормальное. По 90 как бы норм, но есть варианты получше, чем по 90. Например, МК-47. 55-25.